Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 28 лет, я живу с двумя детьми, парнями мамы в одной квартире, квартира общая, детям по 8 лет. Парня пропадает на работе, в том месте обязанность распределена, и кто выходной, тот убирается и готовит. В последнее время мама столпит в вино, если никого не дома, набрасывается на меня с оскорблениями и так далее. Никак не на это реагировать, слышать, что-то мне приятно. Когда у неё была онкология, я ей всячески помогала, и из больницы не вылезала, а тут началось такое. Ну, давайте мы с вами, пожалуй, начнём несколько, как мне кажется, по порядку, да, немножко? То есть будем по порядку. Вы говорите о том, что живёте, значит, со своей мамой, парнем и двумя детьми в одной квартире. Это само по себе может быть некоторой проблемой, потому что слишком, я бы сказал, много может быть людей на одну, так скажем, живую площадь, слишком много людей, да? То есть как бы вот вам, на мой взгляд, нужно как-то рассмотреть возможность проживать отдельно, как мне. Кажется, вот, по крайней мере, отделить себя от своей мамы. Вот, это, на мой взгляд, было бы вполне логично, вот, на мой взгляд, это было бы вполне актуально, естественно и правильно, потому что, ну, как бы, нескольким поколением жить, вот, как, ну, как правило, вместе довольно сложно, вот, к сожалению. И поэтому тут, как бы, история, она вот, пока тут история, она про это больше. Как мне кажется, то есть эта история больше про то, что вам, вот, просто между мамой жить, так скажем, тяжеловато, вот. Вот, и вашей маме тяжеловато жить, вполне возможно, с вами, вот, и вам с ней тоже, вот, вполне возможно, что жить нелегко. Вот, поэтому здесь я бы рассматривал бы, ну, возможность, в первую очередь, совместного проживания. Вот, но, скорее всего, такой возможности у вас нет, иначе вы, вы, ну, вероятнее всего, не обращались бы за помощью. Сюда, сюда, к нам на ресурс, вот, поэтому, мне кажется, что, в первую очередь, вам необходимо обратить внимание на то, что, собственно, как вы реагируете, да, то есть, вот, по большому счету, вы говорите, ну, о том, что, вот, вы реагируете, вам неприятно, вот. И это, пожалуй, здесь, ну, наверное, такая вот, одна из самых адекватных реакций, вот, то, что вам, вот, неприятно, вот, то, что вам неприятно, вот, то, что вам неприятно. Вопрос здесь заключается, как мне кажется, больше в том, чего вы хотели бы, то есть, вот, одно дело, да, если вы, допустим, хотели бы, чтобы ваша мама вела себя по-другому, вот, и вам, как-то достаточно, вот, тяжело и трудно, может быть, смириться с мыслью, на том, что он, она себя не ведет, вот, как-то, как вам бы хотелось, да, она ведет себя, как-то по-другому, она ведет себя более, так скажем, так скажем, вызывающе по отношению к вам, и, соответственно, вам это достаточно, достаточно, ну, тяжело, вот, получается, принимать, вам это достаточно тяжело, получается, ну, вот, признавать, да, вам трудно, вот, признать, что, что ваша мама, тут, может, вести себя так, вот, как она себя ведет, вы ожидаете, ну, немножко другого поведения, осталось, что вызывает вам, вам это неприятно, вот, соответственно, здесь стоит параметры о том, как выразить, как, 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 как себя, ну, в данном случае проявить, да, как проявить, как бы свои границы личные, как здесь, вот, показать, может быть, себя, да, показать свое отношение к этому, вот, чтобы, собственно, вашей маме было понятно, что с вами так нельзя без какой-то агрессии, да, то есть, с одной стороны, посмотреть на то, что, ну, в принципе, в целом, может, вашей маме, допустим, не нравится, вот, посмотреть, в целом, что, вашу маму может, там, ну, условно говоря, да, раздражать, ну, допустим, опять же, вот, это очень было бы, ну, неплохо, вот, очень неплохо было бы вам увидеть этот, этот аспект, на мой, по крайней мере, по крайней мере, взгляд, вот, и, соответственно, увидеть, что поведение ее, это вот, ну, такое отражение в какой-то степени того, как вы ведете себя, вот, это не значит, что вы делаете что-то плохо, однозначно, это значит, скорее всего, что вы чего-то не замечаете, и, соответственно, вам нужно, вот, что-то в своем поведении немножко изменить и поменять, чтобы, как бы, ваш маме не отражал. Вот, это первый момент, на который, собственно говоря, хотелось бы обратить ваше внимание вам, ну, вам, да, как бы, вот. Дальше, следующее, на что хочется обратить ваше внимание, это на то, что такое ощущение, да, что, вот, слишком много вы, и, к примеру, ну, на себя, ну, взваливаете, скажем, скажем так, да, как бы, то есть, такое ощущение, что вы очень устали, такое ощущение, что вам все тяжело, вот, такое ощущение, что вы о себе не заботитесь, вот, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, к сожалению, склад склопивается, точнее, вот, печально и грустно осознавать и замечать, но, вот, выглядит это так. То есть, вот, как-то, вот, то, что вы описываете, очень сильно на это похожи, поэтому я думаю, что вам, не случайно вас задевает слово мамы, потому что она, вот, вставляет вас, ну, по факту, там, какой-то, какой-то вообще ничтожный, ненужный, и вы себя, вы себя сами, вот, такое ощущение, что, ну, покой и ощущаете, хотя я уверен, что это не то, что не так, это не может быть так, вот. То есть, это, однозначно совершенно не так, вот, ну, вам сложно это, да, как будто бы почувствовать, понимаете, да? Вот, поэтому, на мой взгляд, вот, ну, вот, в данном случае, ваша основная задача, это, вот, именно, что почувствовать, почувствовать себя, вот, наполненно, вот, сейчас и чувствовать, что живете только, там, для мамы, для своих детей, вот, которые, безусловно, важны, и ваша мама, она, также важна, вот, но, все-таки, на мой взгляд, о себе тоже, тоже нужно думать, а вы о себе, получается, не думаете, вот, по крайней мере, повторюсь, так это выглядит. И, то, что вы спрашиваете нас, вот, как же мне себя вести, да, вот, то, что вы, ну, задаете вот такой вопрос, как вам себя вести, вот. На мой взгляд, это очень хорошо характеризует, то, что вы к себе можете относиться с большой, достаточно долей пренебрежения, вот. Поэтому, если, что-то, что-то такое вы себе замечаете, то, ну, нужно, конечно, начать на это, обращать внимание, и, к, вот, себе, позволять, проявлять по отношению к вам самой, любовь, тепло и нежность, и заботу, вот, даже не смотря, не смотря на то, что вам это может быть непривычно. Затем, в данном случае, конечно, понятно, к сожалению, через дети, вот, если дети, парни, это один момент, это одни к вам вопросы и рекомендации, это, если, 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 если же, это, это, дети, вот, другого мужчины, то, соответственно, к вам немножечко другие вопросы и немножечко другие, в данном случае, будут рекомендации, вот. То есть, тут, как бы, тоже, вот, в данном случае, не всё так просто, как могло бы быть, вот, поэтому, я думаю, что тут нужно выяснять, вот, если, у вас, есть опыт, например, расставание, если, у вас есть опыт, например, работы, то, это, совершенно, другая история, там, совершенно, иная ситуация, вот, и, как бы, ну, рекомендуется, здесь, как правило, работа по проработке травмы, травмы развода, например, например, что, в общем, в общем и целом, всегда, практически, оказывает, ну, весьма, такое, вот, существенное влияние, да, на человека, вот. Поэтому, тут нужно, так же, как мне кажется, максимально, грамотно, максимально, ну, деликатно, подходить к этому процессу, вот, к этой ситуации, и не спешить, вот, то есть, вообще, вот, как-то, самое худшее, худшее, самое, наверное, что, что вы можете сделать, это начать спешить, вот, принимать какие-то поспешные решения, вот, и в итоге у вас просто-напросто будет еще хуже, вот. Вам так сложно реагировать на эту ситуацию, потому что вы не слышите себя, не чувствуете себя, не отстаиваете себя, не защищаете себя, и, вероятно, не цените себя тоже, да, вот. Если вы обратите внимание на свое сообщение, которое вы написали, то оно такое, вот, достаточно скомканное, вот, оно такое, достаточно, ну, как бы так это сказать, торопливое, да, как бы, вот. То есть, у вас очень получилось, вот, не такое, достаточно торопливое, немного дерганное сообщение, вот, и мне кажется, что очень это хорошее, такое, вот, отражение вас. То есть, то есть, это то, как вы порой видите себя, это то, как вы порой, ну, вот, к себе, может быть, относитесь, да, как бы. На мой взгляд, на мой взгляд, это не может не быть проблемой для вас, вот. Поэтому, я думаю, что очень важно, вот, на это обратить ваше внимание, вот, привести ваши мысли и чувства в определенный порядок, ну, то есть, как мысли в порядок, чувства в определенное состояние, которые удобно и комфортно, например, вам, опять же, да, не кому-то, а именно вам и только вам, вот. И уже дальше смотреть, куда вы хотите двигаться, потому что, сейчас, вот, то, как вы описываете свою ситуацию, да, ну, вот, несколько, несколько не чувствуете, что вы понимаете, куда и зачем вы идете по жизни, ладно, да, то есть у вас есть парень, с которым, ну, вот, судя по самому, что вы описываете, да, не совсем понятно, что и как, он все время пропадает на работе, но, опять же, вот, как я понял, могу в данном случае ошибаться, вот, вы говорите, что, в доме все обязанности распределения, кто выходной, тот убирается и готовит, вот, я не совсем, в данном случае, понял, к чему вы это написали, то есть, вас не устраивает такой расклад, вам не устраивает, вас не устраивает такое распределение обязанностей, или что, потому что, если вам не устраивает, что это, можно и нужно поменять, вот, по крайней мере, об этом, ну, потому что, можно и нужно говорить, да, например, если вас это не устраивает, допустим, вот, если вас, в принципе, это устраивает, то тогда точно вы это написали, вот, и, в общем-то, в общем и целом, довольно интересным моментом выглядит, как мне кажется, значение вашего, вашего парня для вас, да, то есть, как бы, ну, в принципе, вот, какое значение парень для вас, в данном случае имеет, то есть, ну, просто вот, именно его значимость для вас, вот, как мне кажется, это очень и очень важный момент, вот, потому что, если вы не чувствуете своих отношений с ним, если вы не ощущаете, вот, с, ну, вот, куда вы, там, грубо говоря, движетесь с человеком, да, если вы этого не чувствуете, вот, то мне кажется, что это тоже может, ну, может быть, тоже довольно серьезные проблемы, вот, хотя, тут опять же есть нюансы, потому что, ну, как бы, вот, сообщение, ваше, ваше, оно, довольно-таки, неполно, то есть, в нем, ну, оно написано, как я уже сказал, да, оно написано достаточно сжато, вот, и, к сожалению, могут, в данном конкретном случае быть значительны, вот, не об этом, мне бы этого не хотелось, вот, поэтому я стараюсь вот так вот максимально деликатно, максимально обтекаемо вам отвечать. Вот, а что нужно понять, наверное, в первую очередь вам, в частности, то, что вам свою маму не изменить никак, вот, вам нужно понять, что вы свою маму не изменить, вот, вам нужно понять, что ваша мама, она скорее всего останется вот такой, какая она сейчас есть, есть, ну, нравится вам это или нет, вот, поэтому тут вот есть такая очень важная деталь, как мне кажется, по крайней мере, по крайней мере, да, вот, надеюсь, что вы, для себя этот аспект обязательно примите во внимание, как один из основы полагающих. Ваши мамы не изменятся, ваши мамы остаются такой, а вы, вот, вы что ли, вы вполне можете изменить и себя, вы вполне можете изменить свое отношение к вам, и вы, в общем-то, можете задаться таким, на мой взгляд, и хорошим вопросом, как, то, почему я так серьезно отношусь к ее претензии, например, например, вот, правильно, как вы можете задаться хорошим вопросом, опять же, как мне кажется, случались, ну, примерно, примерно так, когда я помогал маме, вот, в больнице, то есть, чего я, вообще-то говоря, хотел, вот, то есть, ну, вот, что мне было нужно в этот момент, вот, и что я чувствовал, ну, например, 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 помогала ли я своей маме из чувства любви, из чувства желания ей помочь, например, или я помогал ей из какого-то другого чувства, например, из чувства страха, например, из чувства вины, вот, или, может быть, еще из какого-то чувства, вот, поэтому тут, мне кажется, очень важно это дифференцировать. Почему? А дело в том, что, исходя из того, что вы описываете, вы попадаете в этот треугольник, в так называемую ловушку треугольника Картнена, да, когда человек вначале находится в роли спасителя, да, вы находились в этой роли, когда ваша мама болела, и потом роли несколько меняются, и человек уже чувствует себя в роли жертвы. Вот, в данном случае, мне кажется, что вы чувствуете себя как раз в роли этой самой жертвы, вот. Ну, я, естественно, в этом не уверен, вот, и, естественно, это нужно подтверждать, вот, это нужно как-то проверять. В данном случае, на мой взгляд, это без дополнительной беседы с вами сделать невозможно, вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, это сделать невозможно. Поэтому, я думаю, что вот примерно, 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 такой ответ вам можно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии дать. Вот, естественно, если вы, ну, если вы согласны. Разбираться с этим, вот. Если вы согласны работать с этим, и так далее. Разбираться с точки зрения психологии, 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 с точки зрения психологии. Вот, это все понятно, понятно, что вам нелегко, но мне кажется, что при выставлении личных границ, да, ну, при соответствующих, скажем так, личных границах, вот, все это, все это можно решить и оставить место, в принципе, как для себя, вот, так и оставить место для, так скажем, ну, своих детей, вот, для своих любимых и для тех, кто вам дорог. Вот, вот какой-то, такой ответ получился у меня. Очень надеюсь, что вам это будет полезно, очень надеюсь, надеюсь, что вам это будет интересно, вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она помощь вам скорее всего необходима, она помощь вам скорее всего, не справится с этим. Эм, ну, нужна, вот. А самостоятельно вы скорее всего не справитесь с тем, с чем вы столкнулись. Удачи вам, всего самого доброго. И надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена.